Девушки отдыхают 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК По базе этих гидравличесов в области более 20 человек. В нашем районе проживают пятеро. Но под ориентировку они не попадают. А что, если он всё-таки сменил фамилию? Во время войны можно было легко раздобыть чужие документы. Резонно. Тем более, что домой он не вернулся. Если он после войны поселился в нашем районе, то должна быть прописка в сельсовете. А если его уже нет в живых, то должны быть акты регистрации смерти этого гидравличеса. Или кем он там окажется? Сергей Ильич, а как вообще эта история с золотом связана с компьютером Вольского? Да, честно говоря, не знаю. Но думаю, что связь есть. По-видимому, директор школы знал от своего отца про спрятанное золото. И это даёт нам более-менее чёткое объяснение, почему Вольский приехал в наш район и, возможно, мотив убийства. Даша, вот, держи. Спасибо. Пожалуйста, расскажи мне всё, что ты знаешь про Олега. Я ничего не помню. Он пропал. Мы не можем его найти. Чем они занимались? Они перевозили какой-то товар из-за границы. Но Олег сказал, что там нет ничего незаконного, что они выигрывают деньги на налогах и на пошлине. Как они его перевозили? А там вроде бы в болотах были какие-то довоенные гати. Гати? Да. Интересно, как они нашли эти гати? А, там были метки. Метки? Ну да. Олег сказал, что там были метки. Метки. Значит, им кто-то помогал из местных. Кто он не сказал? Нет. Он ещё сказал, что хочет завязать. Что вроде как Герман собирается замутить какое-то дельце, и после этого он получит большие деньги и свалит от них. Что за дельце? Не знаю. Может, ничего вспомнить не можешь? Нужен абсолютно новый вирус. Мало времени. Осталось три дня. Успеем. Пошарим по сети. Есть один умелец в Бирмингеме? О, Грин, мне нравится твоя идея с Бирмингемом. Договорились. Если надо будет что-то взломать, обращайся. Угу. Спасибо. Погоди, Дэн, пару слов. Как ты там вообще в этом захолустье? Ну ничего, жить можно. Кстати, записывайте. Сделал сайт. 3W. А крайне точка нет. А, здорово. Братишка, мы с тобой. Ага. Спасибо. Сеня, иди домой. Поздно уже. Слушай, отстань ты от меня. У тебя же девок мало. Ну, Верунчик, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. А ты особенно. Тише. Ты там человек спит, понимаешь? Слышно всё. А я тебя хочу. А я тебя не хочу. Может, ты на этого заморыша городского глаз положил, а? Тот, я смотрю, ты перед ним-то хвостом крутишь, а? Слушай, руки-то не убери. А ты скажи, отверь. Да отстань ты, скотина. Ты чё, ещё царапался, да? А-а-а! Ах ты, прыщ компьютерный. Да я тебя сейчас как лопа... Все, я тебя не трогаю! Так, пошёл отсюда, слышишь? Башку раскрою. Пошёл. Да пошла ты. Денис. Ой, Денис, прости. Ты же всё из меня иди сюда садись. Сейчас, подожди. Ну вот, ну чего ты к нему полез, а? Это же опасный человек. А я тоже не подарок. Больно? Да ничего. Боже. Ну что ж мне делать с тобой, Дурай? Подожди, я лёд принесу. Разрешите, товарищ майор? Чего тебе, Качура? Я бы хотел попросить завтра выходной. Чего? А путёвку на Багамы тебе не выписать? Я понимаю, сейчас не время. Ну раз понимаешь, иди работай. Тут поспать некогда, а он... Вы же сами приказали срочно разобраться с жалобами. В свободное время. Мне очень нужно, товарищ майор. Даю полдня. 15.00, чтоб был на работе, как штык. Спасибо, товарищ майор. Давай. Слышь, ты, сучка драная, верни мой телефон. Слышь, если не вернёшь, я тебя на кусочки пару. Поняла? Господи, да отдам я тебе всё, успокойся. Только не лопни от злости. Алло, Олег. Герман! Герман, скорей! Да чего ты орёшь, дура? Вот это Олегу звонили. Кажется, Дашка. Ты маньячка. Ты мало того, что ему башку пробило, так ты ещё и мобильник не выбросил. Я тебе говорила, что там в гвоздь доске торчал. Я откуда узнала? Да заткни! Кто звонил? Дашка. И номер отбился. Отлично. Гена, иди сюда. Чего? Бегом, Гена. Чего? Покашляй. Покашляй, я тебе говорю. Отлично. Значит, хриплым голосом сейчас. Скажешь, Даша, это я, Олег. Мне очень плохо, я заболел. Привези мне лекарство на хутор в Сосновку. Понял? В Сосновку. Давай. Так, защиту поставим здесь, здесь и со стороны багажника. Будет броневик почище, чем у дедушки Ленина в семнадцатом. А скорость? Так тебе же главное в начале продержаться, а потом, если что, ОМОН вызовешь. Да, Кочуров слушаю. Это Рыжков. Говори громче, тут грохот. Только что сработал телефон Чижевского. Звонили на номер МТС М737654. Его нет в вашем списке. Знакомый номер. А ты определил, где находится телефон Чижевского? Новоселковская вышка, это где-то рядом. Хорошо, сообщи мне, если координаты изменятся. Ёлки-палки, как я мог забыть? Ну, идиот! А что случилось-то? Это же телефон того парня, которого мы разыскиваем. Вот он. Черт, не отвечает. Да! Это бензин. Товарищ лейтенант, они собираются выезжать. Сколько их? Четверо. А тот, который на фотографии, там есть? Нет, не видел. Мне в город срочно нужно. У тебя какой-нибудь ружичка есть? А где твой табельный? Да мне не положено. Я сегодня выходной. Блин, болотная. Так мы же тебе еще защиту не смонтировали. Все. Планы меняются. То, что я тебя просил, ты приготовил? Ну, этот сувенирчик. А, сейчас, сейчас. Только за ружичком ехать надо будет. Не нужно никуда ехать. Все, мужики, убирайте это все. Казя на капсуль. Помнишь, как пользоваться? Разберусь. О, вот и начальство прикатило. Ты, Барыжков, хоть фингал чем-нибудь замазал. Прошу вас. Майор Дробышев из Минска, отдел К. Ну, в общих чертах я знаком с ситуацией. Это наш привлеченный специалист. Вижу. Проблема у вас не только виртуальная. Позвольте. Итак, сколько файлов открыли? Семь. Банк, телефонная компания, гидроузел, химзавод. Ваши варианты развития событий? Ну, судя по этому коду, 12-го числа выбор пойдет на один из этих объектов, где будет нейтрализована компьютерная система управления. Ну, и, возможно, принцип домино, и объекты будут выходить в строя друг за другом. А откуда вы знаете, что вообще будет какая-то атака на эти объекты? Ну, скорее всего, авария на электроподстанции – это своего рода репетиция. У нас уже есть два трупа и два покушения на убийство. Существуют люди, готовые пойти на убийство, только чтобы не прервался программный процесс. Ну, это еще не доказательство. Но если ваши доводы верны, вы представляете масштабы катастрофы? Ну, поэтому мы и доложили? Поздно доложили. Ну, вы тоже не могли в это поверить. Боялись, что нас смех поднимут. До сих пор в голове не укладывается. Лучше покраснеть лицом, чем потерять голову. Сколько у нас осталось? Меньше двух дней. Ваши действия? Я считаю, нужно найти ключевой объект, с которого 12-го числа начнется атака с неизвестной программы. Ну, и попробовать какую-то защиту. А если мы его не вычислим? Можно использовать вирус. Вирус? Какой вирус? Ну, вирус, который разрушит неизвестную программу. Вирус, молодой человек, в первую очередь разрушит компьютерную систему объекта. А если это железная дорога, химзавод, аэропорт? Вы представляете? Возьмите под контроль все ведомства по вашему списку и обеспечьте охрану объектов. Слушаюсь. Вам, молодой человек, спасибо. Пожалуйста, но… Надеюсь, вас предупредили о нероглашении информации по данному делу? Да-да, конечно, понимаете… Молодой человек, здесь не компьютерный клуб. Здесь реальная угроза. А, ну, то есть мне пора валить. Одну минуточку. Компьютеры и информация останется здесь до конца следствия. Ну… Таковы правила. Всего доброго. До свидания. Надеюсь, вам не надо объяснять, что без специального разрешения вы не имели права никого сюда привлекать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давайте помогу. Пожалуйста. Вам не в Сосновку, случайно? Да, в Сосновку. Да, давайте я помогу. Давайте. Даша! Вы дома? Пожалуйста, мне срочно навестить Олега в деревьях. О, мое! Ну, и что там? Откуда эта старуха взялась еще? Может, ее это тоже? Слушай, закрой рот, а! Тебе одного Олега мало? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять! Черт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстро в машину! В машину, в машину, быстро! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьми пакет. Этот? Да, да, этот. Так, на, держи. Поджигай. Подержи руль. Руль подержи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходи быстро. Я боюсь. Выходи, я тебе сказал, быстро. Сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Быстро. А! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Дина, со мной. Остальные вот вход. Пошли. Так. Держи, Дениска, молочко. Клепышек, давай. Кушай и успокойся. Да просто обидно. Я же по-честному старался. В меня даже стреляли. Да человеку всегда обидно, когда ему не доверяют. Я же тебя понимаю. Я ведь тоже не всю жизнь бензином-то был. Тоже хотелось сделать что-то такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Иванна. Тоже хотелось сделать что-нибудь такое значительное. Доказать что-нибудь. Я в армии-то на границе служил. Вот так, не поверишь, хотел нарушителя задержать. Да, садись. Вот, ну, не повезло мне. Нарушителя задержал мой товарищ с наряда. Пока валялся с ангиной в санчасти. Ну, так и с бабом было. Только приехали на ударную стройку. Бац, Леня умер. Ну, Брежнев-то, Леонид Ильич. И конец стройки века. Потом колхоз приехал. Думал, механизатором стать. А мне подсунули раздолбанный зелок. И крутись, вертись на нем, как хочешь. А через неделю тормоза отказали. Я кувыркнулся с моста в реку. Даже разбираться не стали. Решили, что попьяни. Так все пошло, поехало. Не дала мне жизнь. Заявить о себе. А ты, парень, не сдавайся. Рано тебе сдаваться. Давай, давай, вот кушай. Полезно. Козья. Я, будешь, не могу. Потерпи еще немножко. Ее-мое, мобилку распил. Где твой телефон? Оставила, там батарея села. Везет, как утопленникам. Думаете, они меня убить хотят, да? Не уверены, что ты что-то знаешь. И вы так думаете, да? Я уже ничего не думаю. А чего же вы мне помогаете, рискуете из-за меня? Они украли мою жену. Вы ничего не говорили. Это из-за меня, да? Да, из-за тебя. Все из-за тебя. Черт меня дернул с тобой связаться. Вы хотите, я останусь здесь, а вы идите. Я как-нибудь сама. Пока ты со мной, моей жене ничего не угрожает. Спасибо за откровенность. Теперь хотя бы понятно, что вами движут. Да ни хрена тебе, непонятно. Пошли. Не трогайте меня. Отлично. Болото начинается, а не в ловушке. Так скоро стемнеет. Никуда не денутся. Пошли. Сергей Ильич, участковый сыне в району сообщил, что в деревне Лапичи до 1985 года проживал Никий Богдан Гидрович. Погоди, погоди. Мы, кажется, ищем Гидравича. Соседи опознали его по фото. Сергей Ильич, а что, если этот Гидравич не стал заморачиваться с переменной фамилией и просто изменил ее на белорусский лад? Вот и получилось. Гидравич? Предположим. Дальше. Этот Гидравич скончался в 1984 году. Вскоре умерла его жена. Но у них остался сын. Яков Гидравич. 1947 года рождения. Служил в армии. Был комиссован. Но в деревню не возвращался. Уехал куда-то на заработки. Больше его никто не видел. Так. Достаньте фото этого сына. Из школы, военкомата пробейте по базе. Проверьте по паспортным столам сельсоветом, кто со сходными данными регистрировался в нашем районе с 1985 года. Если его отец был причастен смерти вольского старшего, он тоже мог сменить фамилию. Предупредите участковых, чтобы были предельно внимательны и осторожны. А где эта Кочура? Сергей Ильич, он же сегодня выходной. А, ну да. Днем наружка из пионерлагеря сообщала, что видела машину Кочура в районе Паричей. А что он там делал? А бог его знает. Звонили ему? Звонили, ни телефон, ни раз, и они отвечают. Ну-ка, Чура. Кажется, оторвались. А что дальше? Не знаю. Вы что, заблудились, что ли? Утром осмотримся. Сейчас найдем место безопасное для ночевки. Так. Вот тут болото. Я думаю, они побоятся сюда соваться в темноте. Тебе пожелать что-нибудь есть? Нет. Зачем ты когда рюкзак таскаешь? Таблетки будете? Спасибо. Ой, я так устала, даже ног не чувствую. Сойди. Спать, наверное, нельзя. Врока нигде-нибудь здесь ходит. Сейчас я веток наломаю. Ты спать ляжешь, а я буду кораблить. Вера, я хотел с вами поговорить. О чем? Да, про Семена. Зачем? Что вы злитесь? Кто злится? Насколько я понимаю, вы хотели, чтобы он оставил вас в покое. Знаешь что, Рыжков, шел бы ты спать, понимая то. Я вам мешаю. Да иди ты уже, ради бога. Я завтра уезжаю. Да езжай ты куда хочешь, как вы мне все надоели. Сергей Ильич, ну я труп отправляю. Ну тебе видней. Уносите. А кто его обнаружил? Утопленника обнаружила охрана плотины, сразу сообщили нам. Ты поговорил с ним? Говорил, они ничего подозрительного не заметили, ни машин, ни людей. Что по твоей части? Труп пробыл в воде около двух дней, к ногам утопленника был привязан мешок с углем, но те, кто его утопил, не заметили, что мешок дырявый. Уголь высыпался, и утопленник всплыл. Выходит, убийство. Несомненно. На теле множественные увечья, полученные от ударов тупым предметом. Так что, возможно, что смерть наступила еще до того, как его бросили в воду. Личность можно установить? Ну, пока невозможно. На нем нет никаких отличительных примет, ни шрамов, ни татуировок. Одно могу сказать точно, что это молодой парень, лет 23-25. Сергей Ильич, я поехал. Подробности в заключении. Уголь, уголь. Кстати, а где это у нас угольком топит? Ну, я думаю, в котельных, детсадах, школах. Ну, состав, подробный список. Поехали. Что случилось? Тихо. Бежим, быстро! Яна, на берегу! Бежим, бежим, сюда! Там обрыв, далеко не уйдут! Стой! Бросали жак. Прыгай! Тихо, 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 стой, стой! Иди сюда, иди сюда, тихо! Куда же они делись-то, а? Вот же твари! Туда! Побежали, быстро! Я тут просмотрел компьютер вашего Рожкова. Сделал запрос в институт. Лондон, Берлин, Бирмингем. Вам это ни о чем не говорит? Да, кстати, а где ваш хакер-то? Я могу сгонять за ним. Не просто сгонять, а арестовать. Найди. Мне кажется, вы ошибаетесь. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это упрек? Сергей Ильич! Да? Сергей Ильич, местные обдорожили в лесу машину Кочурина. Что? А где он сам? Да неизвестно. Говорят, у машины покрышка прострелена. Это да уже отправил наряд. Кочура. Сергей Ильич! Что? Сергей Ильич! Рожкова дома нет. А где он? Хозяйка говорит, уехал. Куда не сказала? Говорит, даже не попрощался. Может, в Минску катил? Может, мы правда чего-то промаргали? Я понял, да. Оставайтесь на связи. Товарищ майор, в розыске никого нету похожего на нашего утопленника с плотиной. Ну, а пионерлагеря? Там тоже никого. Никого, говоришь? Ах, дела. Билет в Данинск можно? Можно, но позже. Почему это? Компьютер не работает. А что с ним? А у нас утром электричество отключают. А, и часто это у вас бывает? Обычное дело, но вы не волнуйтесь. Минут через пятнадцать включат, перезагрузимся и пожалуйста. Спасибо. Можно подождать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Потерпи чуть-чуть. Потерпи. Яков Богданович! Яков Богданович, хорошо, что вы здесь. У вас есть телефон? Позвоните срочно. Нет. На пасеке что-то скручивать? Вы куда сейчас? Ну, к себе, конечно. Девушку можете с собой забрать? Она совсем встала. Ну, конечно, конечно. О чем ты говоришь? Ее нужно спрятать на время, пока я в город смотаюсь. Хорошо. У вас там надежно напасть? Как у Бога за пазухой будет. Хорошо, езжайте только. Езжайте сразу. Скорее езжайте. Спасибо. Алло, Грин, привет. Это Дэн. Как твой Бирмингем? Сделал? Ага, отлично. Я сейчас выйду на тебя. Сольешь? Там наверху свежее сено. Отдыхай. На. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой, стой! Стой, стойте, мужик. Мужики, мобильный телефон есть, а? Кончура, от тебя обыскались. Надо Рязкину позвонить. Потом Рязкину. Дайте, пожалуйста, позвонить. 743 гостец. Алло, Федор Степанович? Это Андрей. Вам насчет Марины не звонили? Дело в том, что... А что, она тебе не звонила? Я же ей передал. Она с подругами экзамен отмечала. Сейчас ты дома. Как дома? Когда? Когда она вернулась? Только что. Мне в город нужно, срочно, мужики, довезете? Ну, правда, нужно. Я на задании. Знаю твое задание. Ладно, садись. Ага. Спасибо. Спасибо, Муроша. Да тише ты! Как она? Как она? Розвичек, иди сам и разбирайся. Только она видеть никого не хочет. Мариночка, с тобой все в порядке, а? Представь меня. Они тебе ничего не сделали? Погвотился. Я два дня провалялась в каком-то грязном подвале. Ты пальцем не пошевелил. Я тебя искал. Знаешь, что они мне сказали? Что это ты виноват во всем, потому что ты серьезную нос, куда ни попадя. Я тебе все объясню, Мариночка. Не нужно мне твоих объяснений. А почему они тебя отпустили? А что? Лучше, чтобы они меня убили? Ты чужой мне человек. Убирайся вон отсюда! Ну-ка, Чур, не дает. Рыжкова-то нашли? Ищем. Понимаешь, тут у него выходит, что сигналом может послужить любое рядовое явление. Оно где-то у нас перед глазами, а мы его не видим. С чего все началось? Со смертью Вольского. Смерть автора программы вызвала цепь дальнейших событий. Ну, дальше была раненая девушка, потом авария на подстанции. Авария на подстанции? Тут что-то не так. А когда появился ваш хакер? Ну, в общем-то... Разрешите? Здравия желаю. Здорово, здорово. Сергей Ильич, на минутку. Я буду на связи. Ну, что там у вас за пять стрессов? Я оставил вам материалы по поводу того утопленника. Правда, ничего нового пока не добавилось, но, судя по пыли в легких, его держали в угольной яме, возможно, даже пытали. Жора, ты куда сейчас? В направлении, дел кучи. А ты не мог бы остаться? Вы думаете, я понадобился? Твои мозги понадобятся. Подожди меня там. О, Качурович! Качурович, я не дождусь твоих объяснений. Сергеевич, они хотели Дашу похитить. Их нужно брать срочно. Кого? Ну, этих, из пионерлагеря. А где девушка? Она в надежном месте. Они полностью себя выдали. Это покушение на Дашу, убийство Вольского, компьютеры. Это все их рук дело. Приведи себя в порядок, детектив Аниськин. Почему вы медлите? Вызывайте ОМОН! Да все давно на готове, товарищ Качура, только их нет. Как нет? А вот так. Ты, наверное, их распугал на своем уазике. Шутите? Да. Наружка сообщает, что в пионерлагере никого нет. Вот такие пироги. Слушай, а тебе вот эта личность не знакома? Откуда это? Утром из водохранилища выловили. Это Олег Чижевский. Парень Дарьи Михасевича. А, ясненько. Вот оно как. Ну, пойдем, перетрем это дело. Пошли, пошли. Значит так, в лагерь не суйтесь. Утром приедут покупатели, договоритесь о передаче. А ты? Все. У меня дела еще. Помочь, Андрей Петрович? Во сколько мне интересно твоя помощь обойдется? Хорошо иметь дело с понятливым человеком. Я тебе помогу, а ты казанку мне на речку затащишь. Сегодня клев классный будет. А, Качура, порыбачим? Ну, естественно, без всяких моих взрывпакетиков. И, кстати, мой сувенир пригодился? Пригодился. Только не до рыбалки мне сейчас. Как хочешь. Ладно, помогу я тебе просто так. Да. Да не трогай ты провода. У тебя радиатор пробит. Как пробит? Ключи где? Там, под задним сиденьем. Как пробит? Николай! Николай! Кто там еще? О, хакер! Ты вернулся? А, ну, заходи. А так же дом или так, с концами. Ты чего прячешься? Я не совсем еще вернулся. Как-то неудобно назад к Вере. Ты что, дорогой человек? Ты знаешь, как Верка-то обрадуется? Думаете? То не сойти мне с этого места. А мне сказалось, что... Ты вообще баб не слушай. У них все шиворот на выворот. Ну. Слушайте, вас милиция в школу пускает? Ну, а как же? А кто же за сохранностью следить будет? Пусть она себе и милиция, но отвечать-то мне. У меня дело есть к вам. Так, какое? Значит, завтра утром, когда милиция умчится. Куда это она умчится? Ну, так будет. Включите компьютер и вставите вот эту штуку в порт. Куда? Ну, место соединения такое, вот оно. Угу. Так, значит, вставите ее. И дальше наберете вот эти команды. Я вам в листке записал. Да что, новая игра? Ну, типа того. Надеюсь, вам понравится. Слушай, а если с компьютером что случится, я не буду отвечать? Не-не-не, не будьте. Это мой компьютер. А-а-а. Спасибо вам большое. Итак, у нас в распоряжении всего несколько часов. Держите. По делу Вольского необходимо срочно установить личность основного подозреваемого. Возможно, этот человек ключевой звенок ко всему происходящему. На этом снимке Гитрович Иван Богданович. К сожалению, это фото 40-летней давности. И как он выглядит сейчас, трудно себе представить. Ко всему прочему, проживает он сейчас, скорее всего, по другой фамилии. Может, кто-то из участковых видел этого человека? По сведениям паспортного стола, под нашей ориентировки попадают три местных жителя. Это Сидорчук Василий Иванович, 1947 года рождения, проживает в деревне Паричи. Затем Яков Богданович Берзин, 1947 года рождения, прописан в Новоселках. И Сергей Семенович Василенко, также 1947 года рождения, проживает в Мирасичах. Ну, возможно, кто-то из участковых знает более подробную информацию об этих... Сергей Ильич, а какие-нибудь характерные приметы есть? Сын Гидравичица был комиссован из армии в связи с травмой ноги. Отсутствует три пальца на праве ступни, результатом морожения. Я знаю, кто это. Это дед Яков Берзин. Ты уверен? Ё-моё. Вот почему они Маринку отпустили. Там же Даша! Сергей Ильич! Там Даша! Гачу, ну, стой! Андрюха! Ну что, подруга, добегалась? Дедушка, миленький, ну, отпустите меня, пожалуйста. Я же никому ничего не скажу. Ты и так никому ничего не скажешь. Пожалуйста, я уеду далеко-далеко. Я не видела никакого мужчину. И про золото я ничего не слышала. Отпустите, пожалуйста. Не понял, чего она тарахтит? Она меня с мальцким видела. Тогда на озере. Я не понял, это ты, что ли, директора замочил? А про какое золото она говорит? А, Яков Багдин? Потом поговорим, к врагу. Ну, пожалуйста, не пойду. Здесь замочим, до врага не дойдет. Я же никому ничего не пойду. Господи, пожалуйста, не надо, умоляю. Пожалуйста. Ну, и чего ты дуешься? Ну, меня обиделся, что ли? Ну, мало ли, чего я там в сердцах сказала. Да нет, Вера, дело не в тебе. Ну, так объясни, в чем дело? Скажи, а этому Коле Бензину можно доверять? Следы машины на дороге совсем свежие. Да немного опоздали. Товарищ майор. Да? Обыскали всю территорию, никого не обнаружили. Хорошо, отправляйтесь к пеннерлагерю и не расслабляйтесь. Денек, по-видимому, будет горячий. Есть. Внимаемся. Сергей Алик. Что? Даши, да нет. В лесу обнаружили труп Германа. Сафронов говорит, что, похоже, в него стреляли с того же Браунинга. Срочно объявить «Жигули пасечника» в розыск. Петров, займись. Блокировать весь район. Как вы думаете, Даша жива? Будем надеяться, что он взял ее в заложники. Ну, где их теперь искать, а? Недалеко. Он должен забрать золото, оно где-то рядом. Одно не пойму, к чему все это галиматя с компьютером, все эти хакерские штучки? Может быть, они хотели обесточить границу, чтобы перенаправить золото в Литву? Пограничники предупреждены. К тому же, у них есть автономная система электропитания, так что номер не пройдет. Пасечник не настолько глуп, чтобы не знать этого. Нет здесь что-то другое. Звонил Дробышев, сказал, что они нашли Рыжкова. Только он ни в чем не сознается, а только бубнит про то, что все произойдет от перепада напряжения во время планового отключения электричества. Срочно звоните в электросети, пусть ничего не отключают. Так я звонил уже сегодня суббота, начальства нет, все управляется автоматикой. Найдите это начальство, хоть под одеялом, хоть в сортире, где хотите. Нам надо выиграть время, чтобы выяснить, где это произойдет. Товарищ майор, наружка доложила, что к пеннерлагерю движется колонна. Из джипов и лиховых автомашин. Кажется, начинается. Предупредите ОМОН в момент передачи контрабанды всех задержать. Есть. Остальные на базу. Пошли. Дедушка, ну отпустите меня, пожалуйста, я же ничего никому не скажу. Ну что я вам сделаю? Пошла! На капот. Ноги шире. Руки на капот. Да убери руки, не трогай меня. Пошли. Дедушка, сделай что-нибудь. Дедушка! Руки от неё! В землю! Дедушка, в руки. Дедушка. Холень! Холень по себе! Идём в автобус! Отпусти! Ещё бы! Буду докладывать, товарищ полковник. Товарищ майор, ну вот, приказ надо оставить к вам. Давай. Введите. Браслеты снимите. Снимайте, снимайте. Ну что, старлей, не сильно тебя помяли, а? Зато натурально. Никто не заподозрил. Садись. К сожалению, Германа упустили. И подруга его. Герман убит. Если он был за главного, то выяснить что-либо сейчас будет проблематично. Вот так вот. Сергей Ильич, у меня, конечно, времени мало было, но сложилось впечатление, что Германом кто-то руководит. С чего ты взял? Он периодически с кем-то советовался. Кто-то ему сделал проход на границе, ставил метки. Они готовились к чему-то большему, чем обычная контрабанда. А этот, кто за Германом стоит, намного более осторожней, чем он. Может быть, может быть. Ты что, старый хруч, свалить собираешься? Там всех, всех менты повязали, а ты лыжи навострил. Сейчас мне не ты на стол, а? Какого черта? Ты зачем сюда приперлась? Герман где? Не знаю. Топай отсюда, топай. Он его убил. Что? Я сама видела. Ты что, скотина? От всех решил избавиться. Гони бабки и катись к черту. Какие бабки? Которые ты нам должен. Не шути со мной, пасечник. Я все знаю. И то, что плотина сейчас рванет. И то, что ты за гордон свалить собираешься. Где бабки? А то я сейчас ментам позвоню. А? Ты этого не сделаешь. А что? Ты меня остановишь, а? Заткнись, ну-ка, пристрелю. Ясно, понял. Они не успели полностью остановиться включение. Как мы узнаем, если начнется? Обзвоните все объекты. Пусть докладывают каждые пять минут. О малейших подозрениях и неполадках. Так, вы все быстро разбирайте списки, звоните. Слушаю. Алло. Кочура, это я, Даша, спаси меня. Ты где? На водохранилище. Пасечник готовит лодку, что-то случится с плотиной. Я слышала, как они говорят. Даша! Даша! Товарищ майор, это плотина. Что? Это произойдет на плотине. Только что звонила Даша, она какой-то разговор подслушала. И, по-моему, там с ней пасечник. Черт, если произойдет прорыв плотины, то вода затопит низины всей деревни до самой границы. Подробности успела сообщить? Нет, связь оборвалась. В 47-м Вольскому не поверили, когда он указал на водохранилище. Водохранилище запустили в 46-м, а до войны они не успели достроить, только котлован вырыли. Мне отец рассказывал. Котлован? А чего ж ты молчал? Так вы не спрашивали? Ну, понятно теперь. Чего этих Вольских так на рыбалку тянуло? На дне золото достать пытались. Мы выезжаем на плотину. Лущик, предупреди МЧС. Барыка! Барыка, это Кочура, ты где? На рыбалке где еще? Лодку проверяю. Ты срочно мне нужен? Решил таки порыбачить? Через 10 минут я буду. Гони на песчаную кассу, понятно? Да-да-да. Ну, что там? Забрала веку всю садику. Денис Сергеевич! Ну, как вы там? Все пучком? Может, что нужно? Флажка у тебя? А, эта штучка, что вы мне дали, да? Вот. Пожалуйста, сделай, как я сказал. Это очень важно. Хорошо, хорошо. Я все сделаю. Все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Система самозащиты сработала? Нет, что-то блокируют программу. Начался сброс воды. Какой масштаб затопления? Километров двадцать. В нижнем бьефе плотине пять деревень. Петров, предупредите по грандзуставу Лущик, отправляйте патрульных по деревням у реки, я на плотину. Давно должны были нагнать. Ну, куда он мог деться? Может, укрылся в зарослях, и мы проскочили. На веслах идет, поэтому не слышно. Давай, заворачивай, бери ближе к берегу. Семен! Семен! Семен, ты как, а? Семен, ты живой? Тихо, 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 тихо. Сейчас, Семен, дойдем. Тихо, тихо, держись. Затвор можно как-нибудь заклинить? Если мы его заклиним, он потом вообще не закроется. Ну, попытайся сделать что-нибудь. Попытаюсь, пытаюсь. Тихо, не скрываясь. Тихо, тихо, тихо. Тихо! 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 Тихо, 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 тихо! Продолжение следует... Погоди, Семен, погоди. Сейчас я этого гаду достану. Продолжение следует... Внимание! Внимание! Даша! Даша! Хорошо, хорошо, хорошо. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Что это? Классики-нолики, что ли? Что ты опять с антиричеством? СТУК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Эй! Слышишь, что происходит? Да не знаю я! Затвор сам закрывается! Сброс воды прекратился. Что? Вы уверены? Что-то заблокировало программу. Створ перестал опускаться. А это что еще за ерунда? Я не знаю. Эй, Дедоль, надорваться не боишься? Золото, небось, тяжелое. В твои-то годы. Можешь тебе помочь? Спасибо, сынок. Как-нибудь сам справлюсь. Своя ножа не тянет. А Вольского зачем убил? Золотишко не поделили? Или это у вас семейное? Твой папаша его отца убил, ты сына. Ну, оба дураки были. Один был очень честный, а сынок был очень жадный. Ну, что смотришь? Что смотришь? И ненавидишь? Уветь хочешь? Я твою пистолетку в кусты закинул. Не доползешь. Ты же все равно никогда не убежишь. Тебя же поймают. Сейчас вода пойдет. Твоей милиции не до меня будет. А людей не жалко? Жалко? Жалко. Черткин. Сволочь. Я у него еще мед покупал. Эй, Кочура. Давай, очухивайся. На, держи свой пистолет. Я его в траве или я нашел. А ты, давай, иди своих вызывай. Что-то плохие от меня. Сейчас, сейчас. Держись. 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 Сейчас. Сейчас, я живет. Да что ж, сторож, ты ее, сторож. Спроси никого хотите. Товарищ майор, задержали подозрительного типа. Он что-то делал с компьютером. У нас вырубило свет, и ничего не работает. Как фамилия? Моя? Задержанного. Как фамилия? Бензин я! Бензин! Давай его сюда. Вызывали, товарищ майор? А, проходи, проходи, Кочура, садись. Ну что, голова не болит? Ну так, есть немного. Домашние дела уладил? Да, подали на развод. Ну что тут тебе сказать? Может оно и к лучшему. Я вот чего тебя вызвал. Ты там перед бензином извинись как-нибудь. Ну скажи, мол, у нас тоже ошибки бывают. Тут ему от Кравцов грамоту подписал с благодарностью. Ну, а это вот от меня. Лично передашь. Да игра тут, сказали, самая крутая. И вот еще что. Там эту девушку, Дашу, выписывают из больницы. Ну так ты помоги, оформить документы, билет до Минска. Сергей Ильич, ну... Ну, проводи, в общем. Еще раз спасибо тебе. Действуй. Есть. Ну, спасибо вам большое за все, товарищ лейтенант. Да, не за что. А, да, я... Я хотел вам вернуть. Вот. Андрей Петрович. А? А можно я вас на концерт приглашу? Конечно, приглашайте. Я приеду, обязательно приеду. Ну все. Счастливо. Рыжков. Все-таки уезжаешь? Да, Андрей Петрович. Значит, не вернешься. Ну, не знаю. Посмотрим, что они там предложат. А вы не могли бы передать Вере, что... Хотя, ладно, не надо ничего ей передавать. Ну, ладно. Бывай, хакер. Не забывай там про наш. Центр мира. Пока. Счастливо. 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 Счастливо.